короче 12 процентный окислитель от вэллы мы мешаем а как ты мешаешь один к двум до одна часть краски и две части окислителя правильно вот так что вот такие вот дела это кому интересно кому интересно какой же краской я крашусь вот я специально для вас сейчас вот и вышла в эфир чтобы вы увидели как все делается окрашиваем мы только корни наносим краску только на отросшие корни вот причем у меня на затылке это все достаточно темного цвета а вот на вот этой части головы светлые поэтому принципе у меня и окрашивание получается нами как по-разному смотрится здесь все-таки более светлый волос а сзади у меня более такой темной но в принципе в целом это не так и незаметно что давай начинаем ты не боишься прямого эфир же да я себя вот по тебя не будут показывать а то некоторые так переживают что прямой эфир тэ 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 так наращивать не хотим мы наращивать у меня в принципе возникает такая мысль периодически довольно что чтобы нарастить ну короче она мне возникает и тут же она мне отпадает чему скажу так а наращивать я не буду до весны это сто процентов до весны не буду хрен его знает может весной мне все-таки ударит моча в голову опять я скажу давай то есть достаточно уже достаточно много времени пройдет до весны и я посмотрю на сколько отрастет соответственно посмотрю стоит ли мы сейчас подожди я включу стоит ли мне вообще делать от наращивания как говорит мой супруг красивее ты от этого не станешь подонат говорит когда это касается блин сейчас я что-то красивее ты год от этого не станешь ну то есть когда я одеваю какую-то новую одежду быть зачем купила красивее от этого не станешь и гранит стану просто наращивание как вам сказать когда я стала чаще себя смотреть в instagram со стороны вот то есть прямые фильмы торизы то есть со стороны я поняла что наращенные волосы абсолютно не прибавляют мне вернее не прибавляют красоты моего образа вот поэтому и вы мои дорогие подписчики также мне 90 процентов сказали что им тебе без наращенных волос лучше поэтому я как-то прислушиваюсь все таки знаете объективному мнению я не слушаю субъективно я прислушиваюсь к объективному мнению и сделал для себя вывод что все-таки без наращенных волос мне лучше поэтому пока не буду этого делать нет смысла тем более а я закупил шапками красивыми головными уборами и буду вовсю использовать эти аксессуары у меня все время раздражает вот я сейчас сижу веду прямой эфир и вот она мне одна названивает родственница моя правда который я не слышал 300 лет в обед но к сожалению я сейчас не могу прервать прямой эфир сейчас закончу ей тогда перезвоню вы также делаете нет то есть раз позвонили вас скинули 2 позвонили 3 позвонили держите трубку по пять минут то есть по идее нормальный человек должен догадаться что значит с вами там не вы позвонили не вовремя поэтому не берут трубку и вот это название в 10 тысяч раз это вообще я так только я вообще так делаю только супругу когда мне что-то срочно надо я могу супругу сто раз позвонить еще ругай сволочь почему ты не берешь трубку он ты делаешь так нет нет врачебный косметолог там такие косметологи просто девочки грамотные да да я никогда не даю вам какие-то левые адреса и наводки все время в своем аккаунте даже если я рекламирую то я рекламирую только качественные услуги как ухаживая за таким блондом да никак скажу так то есть если бы я за ним ухаживала то тогда у меня сейчас волосы были наверное вот то есть до поясницы довольно вот мастер меня ругают и вот такая вот у меня красотка мастер тоже блондинка а ты ухаживаешь за своим вообще как-то волосы да поэтому они не но она мне обещала что у меня будет такая же длина как у нее если я буду ухаживать к лету да вот так что вот как ухаживаю но стараюсь стараюсь вообще как сказали психологи постараться это но постарайся встать со стула то есть когда человек слова говорит стараюсь это значит что он ничего не делает вот короче я очень редко делаю маски профессиональные то есть уходы уходовые процедуры делаю очень редко из-за нехватки времени вот в домашних условиях пользуюсь с маской лореаль вот сейчас я и пользуюсь значит пользуюсь кондиционерами и пользуюсь ночной маской для волос раз в неделю но и все вот если бы я пользовалась вообще все было бы у меня шикарно так на прозвонки так а мне нравится кары нет на карае пока не решусь в принципе это мне можно сделать вообще в любую минуту любую секунду бац отрезал кары и все но я не знаю смогу ли я с ним ходить с этим кары не смогу потому что как вы видите я люблю часто менять образы допустим шишка на голове до скорой не получится низкий хвост скорее не получится то есть если просто выходить с карой ничего не менять своем образе то да да согласна ну а я люблю все-таки разный вид причесок поэтому не хочу я это кары она не даст так сказать развитию творческого потенциала моего вот буду я ходить с карой все менять ничего не буду я так не люблю делать какие уходы для волос делают в вашем салоне какие уходы да да то есть вот мне вам а вот ольга говорит вот тебе бы надо сделать уход такой то давай сделаем я делаю если у меня есть время бессульфатным шампунем нет не пользуюсь да добрый день не пользуюсь я пользуюсь обычным шампунем ой спасибо большое так ну вроде бы все да то есть и про окрашивание то есть просто очень много очень много про окрашивание волос мне пишут какой краска еще раз говорю то что пользуюсь я краской в элак листон перфект 12 дробь 0 и используем мы 12 процентный окислитель и окрашиваю я только корни то есть ничего мы не тонируем то есть наносим краску на корни причем смотрите так как я уже вот рассказывала что у меня достаточное количество седины вот на этой части головы на затылочной нет седых волос такого количества поэтому то седые волосы осветляются быстрее вот мне ольга за что и большое спасибо мой мастер она мне предложила такое окрашивание щадящие что сначала мы наносим краску на затылочную часть я сижу сколько я сижу 20 минут до 20-25 минут я сижу и только после этого мы начинаем наносить краску на вот эту вот верхнюю так назад верхняя часть на переднюю часть головы да не на переднюю часть волосяного покрова как теменную зону о и височную я окрашиваю как у нас у нас раз в месяц получается до окрашивания вот сейчас спрашивают до 1 месте окрашиваю и не заморачиваюсь вообще принципе могла бы еще и неделю-две не краситься что мне дает окра вернее я уже сама чувствую что мне пришло время красить каким образом то есть волосы засаливаются уже так сказать большей быстрее они стали у меня засаливаться вот так то есть если я мою голову раз в три дня то когда если у меня нет окрашивания достаточно долго я мою голову каждый день вот то есть корни отрастают уже на большое количество миллиметров и голова становится уже на второй день если я не мою более так и презентабельного вида с окрашиванием как раз я вот мою голову раз в три дня так да всем приветик так для тех кто только сейчас присоединился к эфиру я сейчас вот пришла в салон наконец-то у меня есть на это время и у мастера тоже слава тебе богу мне сегодня повезло как обычно вот и мы красим корни волос которые у меня очень-очень уже отросли все да то есть сижу сейчас сейчас засекаем время я сижу и и мы продолжим дальше так спасибо 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 большое спасибо а я сейчас обслуживаюсь и мне очень нравится это дарья мойсина это врачебная косметология и кстати мне очень понравилось как они мне сделали во врачебной косметологии а лазерную шлифовку шрамов у меня за ушами есть небольшие шрамы вот буквально на днях выставлю фотографии что было и что стало вот то есть это врачебная косметология 1 майская 69 кстати знаешь и посмотришь мне потом чем я там стали лучше за ушами эти дела или нет потому что мне там сделали у меня уже корки отпали а во сколько лет вы вышли замуж за владимира валентиновича калачева я вышла замуж в 27 лет так что вы не стесняетесь при людях вести прямой эфир вы знаете я не стесняюсь при людях вести прямой эфир люди стесняются понимаете вот в чем дело то есть я принципе никого никогда не показываю если человек не хочет то однозначно я его прямом эфире не показываю и кстати сама не люблю то есть мало ли что может быть я себе не нравлюсь да или я сегодня там плохо одета или там не накрашенная ну или вообще страшное допустим да и тут кто-то начинает вести прямой эфир и меня показывать то есть мне это не нравится абсолютно поэтому вы в принципе имеете уважение к окружающим и прямой эфир не ведите при людях в принципе это мое такое мнение потому что не каждому это человеку понравится вот моя мастер кстати но ей может быть это будет просто нужно для работы поэтому я ее показала без ее ведома вот по большому счету я так думаю что она недовольна то что я ее показываю себя в прямом эфире скажет блин пришла тут еще калачиха и меня тут сует еще в свой прямой эфир на фиг мне это надо вот ой оль ты же тоже так вот сейчас я сейчас тут спрашивают говорит ой как хорошо что вы не стесняетесь выходить при людях прямой эфир я бы я не стесняюсь люди стесняются да я бы не всегда я бы сейчас вот еще мастер скажет скажешь какого-то хрена еще мне тут показываешь прямом своем эфире но я лишь наложил маску мы вроде нормально выглядит да я все равно ольге это нужно будет для работы поэтому почему бы и нет то есть приучая ее прямом эфиром вот каким вообще абсолютно разными я пользуюсь что мне нравится сейчас у меня вот заканчивается корейская профессиональные такие шампуни ладор производитель я покупала в больших флаконах вот здесь вот в салоне обслуживают клиентов работают на реблоне мне вообще абсолютно не принципиально какой производитель вот сейчас я купила у меня дома лора лореаль маска для волос а шампунь обычный корейского производителя от ладор и бальзам этого же производителя большие флаконы сейчас уже заканчивается может быть куплю что-то новенькое вот то есть я как-то не загоняюсь на эту тему маска в инстаграме сейчас буду звонить своей инстаграм щицы узнаю потому что инстаграм рассматривает эти маски сказали что очень долго вообще было время на рассмотрение инстаграма неделю сказал будет рассматривать и что-то уже затянулся уже на долгое время вот почему не присылают ответ я не пойму сейчас я и позвоню узнаю в чем дело ой да ботинки сейчас скажу что в ботинке вот такие ботинки так это на мне вообще весь лук полностью от томи хильфигер обожаю особенно его первой линии это вообще что-то необыкновенное но первой линии могу себе позволить только только на распродажах вот а это обычная не первая линия обычной масс так сказать market вот на ботинки клёвы кстати моему мужу они не понравились вам не нравится вот еще знаете что хочу сказать я вообще в диком восторге вот от этого вот гаджета это у меня зарядка что-то это супруг купил в икеи прикиньте то есть отлично работать стоит 400 рублей такая длина прямо хорошая очень подходит вот к моему телефону то есть это вилка фирменная а вот сам шнур это икея я в жизни не знал что в икеи можно купить зарядки для телефона вот эту зарядка и смотрите то есть вы этот шнур уже ни с чем не перепутаете то есть обычная метки делаю на своих шнурах фломастером чтобы если я заряжаюсь где-то там допустим в каком-нибудь месте до чтобы ни с кем не перепутать то есть не взять не оставить свой оригинальный шнур они взять какой-нибудь там низкопробный да то есть вот это вот шнур я отчет сначала как не верила год ну зачем ты купил в икеи он отличной просто отличный вот ой ноготки да да смотрите как переливают так да здесь тут не видно до свет не падает короче не видно нифига но они сбли с блеском с таким вот 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 горит 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 так по поводу сережек меня часто спрашивают что за серьги это у меня сваровский еще раз говорю вот это фирменные сваровский купленная в сумме в отделе сваровский на первом этаже вот как учитель был ли у меня период неопределенности жизни конечно же был я думаю что он у всех есть этот период был конечно же был у меня всегда спасал спасали занятия спортом в такие моменты то есть все таки если человек занимается спортом то как-то я не знаю ну во первых это расслабляет мозг ты начинаешь меньше концентрироваться на своих проблемах вот то есть и как-то я не знаю то есть не во всех вообще любых жизненных ситуациях сложных помогал спорт я просто углублялась в занятия спортом то есть я проводила практически все свое свободное время в зале в бассейн танцы ну короче есть свободное время и я бежала спортом и вообще вот это вот очень-очень кстати помогает в любой ситуации вот даже когда у меня серьезно заболела онкологии папа я знал что он умрет то есть поздно мы обратились уже то есть поздно поставили диагноз уже было время упущено и соответственно спасал только только зал спортзал меня спасал потому что так так нет я не люблю роллы я вообще в принципе к еде отношусь как к топливу я абсолютно непривередливый человек в еде мне все равно хоть черную икру хоть там крабы там я не знаю там что хоть омары мне пофигу мне самый главный принцип в еде чтобы я была сытая все чтобы не было легко чтобы я была сытой чтобы у меня была энергия все больше нет еды ничего не надо абсолютно я мужу изменял вы чё смеетесь что так нет я говорю честно что я мужу не изменяла на кого училась я закончила экономический институт по факультету не был анализ и бухучет хозяйственной деятельности бухучет анализ хозяйственной деятельности вот так вот ну то есть грубо говоря экономист низшего разряда вот расскажи какой никита был в детстве знаете как он был в детстве если помните такой фильм ой блин короче фильм был такой старый старый и как там два бандита украли мальчишку маленького рыжего вот хотели за него попросить выкуп и он такой там устроил вот как вот фильм один дома грубо говоря что они сами уже были рады гадать выпуп родителям лишь бы его назад отдать то есть никита был в принципе таким хулиганчиком вот он с детства у нас был самостоятельным восемь лет он попросился сам уже доехать а из дома до бабушки потерялся но благополучно нашелся ну короче такой хулиган он был никита вот нет он не трудный ребенок был абсолютно нормально он был вот вождь краснокожих точно то есть это вот прям он он еще рыжий был такой в детстве у нас прям рыжий и такой хулиган с прищером с таким хитрым то есть скоро мочил но нет он абсолютно был нетрудным ребенком абсолютно он у нас уже самого раннего детства ездил на сборы он занимался вообще практически всеми видами спорта какие только может себе представить был во всех секциях то есть я сама спорт обожаю и вот два с половиной года я отдала в бассейн пока он там в лягушатнике занимался персонально я ходила в бассейн саратов в общую ванну в большом бассейне плавала вот то есть начали вот с плавания а потом то есть плавно все перешло ушу что там еще футбол ушу плавание куда мы еще потом его отдавали бокс кикбоксинг ну короче дофига всего было да приветик привет так на что мне вам еще показать что мне вам показать нечего мне вам показать потому что я сижу сейчас в салоне и и мы делаем окрашивание корней волос моей любимой краской тв локалист он перфект и вот но вот есть возможность сейчас мне может быть позадавать вопросы я буду рада ответить и вообще а я такая думаю что мне наверное следует написать какой-нибудь пост знакомства со своей персоной чтобы вас познакомить вот с персоной который сейчас прямом эфире потому что я так понимаю что мне очень много пишут людей которые только-только буквально не подписались вот и вы не знаете кто я и что я да и соответственно мне бы нужно наверное по себя напомнить сделать краткий рассказ что майнеем джулия калачева инфорум раша вот а его сборно там в таком-то году вот и соответственно короче представить публике свою персону но часто очень такой вопрос часто задаваемый вопрос это сколько мне лет мне 47 какой у меня рост метр шестьдесят пять сколько я вешу сегодня утром был пятьдесят семь пятьсот вот объем груди девяносто пять объем талии шестьдесят пять объем бедер девяносто два скоро будет девяносто пять шестьдесят девяносто скоро скоро будет эта цифра не за горами вот так что вот такие вот дела так куда пойти работать в этом городе предложили на почту смысле ну идите а какая разница предложили слава богу начните с того что вам предложили почему бы нет как так стыдно я не знаю я лично не боюсь вообще абсолютно никакого работа никакой работы если будет нужно я пойду и уборщиться работать я почитали он кстати я начинал с почты о я же в 15 лет пошла подрабатывать и в четыре утра я ходила на работать на почтовое отделение с четырех утра или с пяти мы там уже раскладывали по домам по сумкам мы раскладывали газеты и журналы и же чтобы утром люди получили свежую почту у них уже в почтовых ящиках почтальон а им раскладывал я была почтальоном раскладывал газеты журналы заказные письма то есть люди же с утра читали свежую прессу ознакомливались с новостями поэтому так смотрите мы делаем как у меня на теменной части головы и у меня много седых волос какой кошмар короче мы это делаем они осветляются очень быстро достаточно 15 минут для осветления поэтому чтобы не пережигать и не портить волосы мастер моя по окрашиванию предложила технику что сначала мы красим вот эту часть где у меня нет седых волос и там волосы темнее чтобы подольше краску подержать а потом мы быстренько наносим краску на корни на теменной части головы и вуаля я буду готова так вообще с родителями нет родители юлия живут не в саратове мы с ними общаемся хотелось бы больше но так как они не в саратове то есть общаемся редко и только сейчас вот мы сейчас мама юли перезванивались у нее просто замечательные родители просто очень бомбические родители у юлиной мамы трое детей она шикарно выглядит и она участница кстати еще моих марафонов я ее замотивировала она шикарно похудела и сейчас продолжает это делать то есть она прям бомбита она работает косметологом вот так что у меня еще есть как говорится профессиональный косметолог но так как она живет живет не в саратове то есть я с ней еще могу общаться и спрашивать ее совета на расстоянии то есть зато всю информацию получая из первых уст вот нисколько сказать когда вас был вообще абсолютно горжусь своим возрастом горжусь своим возрастом и конечно я не скрываю а что а зачем не скрывать вот поле ночи привет привет мое солнышко ты знаешь я только вчера тебя вспоминала я думаю моё но почему вот когда мы встречались мне так хотелось со всеми почерек и со всеми девчонками и я такая думаю блин ё-моё моё с ленкой вообще даже не поговорили нифига прикинь то есть все вот собрались да и я бегала прыгала туда-сюда веду матчета с леночком с моим и практически вообще не общались нифига ты прикинь чё что-то я такая вчера вот мне такая мысль посетила думаю мою как мало времени все-таки да и как мне понравился этот клуб караоке вообще то есть элька молодец мой и следующий раз заранее ангажируем чтобы она нам все-таки забронил места и я прям даже боюсь и знаешь что написать как чё там по поводу расчетов она же там целый час бегала чтобы все прочитать кто сколько должен это вообще пипец нагрузка он скажет идите вы в жопу девочки больше я вам ничего бронить не буду потому что вы не хотите ни за чё оплачивать вот еще бы нам дождаться оплату с этого мероприятия от крыловой чё она там деньги перечисли этой тете моти блин а назад нам хренушки так спасибо согласна нет на 12 процентном окислителе мы красимся с чего начать с пластической операции смотрите марафон можно еще попасть но знаете как то есть вы уже только сможете все пересмотреть у меня там 4 4 часа прямых эфиров висит в аккаунте марафона вот первая лекция самое главное просмотру она удалится уже сегодня 8 часов вечера по москве если вы успеете ее посмотреть до 8 вечера сегодня то есть вам надо сейчас уже тогда произвести оплату напишите мне в директ я вам скину реквизиты вы оплачиваете я вам пишу аккаунт марафона куда вам нужно необходим будет сделать запрос и быстренько тогда все пересмотреть эфиры эфиров 4 уже у меня обучающих ой спасибо большое да но нам не сейчас еще наложен фильтр красивый ну да он губы не увеличивает но сглаживает морщины а вообще у меня тут морщин очень много есть такое дело нет смотрите кстати вот кто вот давайте вот значит по зубам пройдемся до пройдемся по зубам смотрите я очень долго сомневалась выборе цвета сейчас могу вам продемонстрировать то есть верх не уже поставили они наверху стоят уже виниры а вниз у меня пока изготавливают у меня час временные вот наверх я поставил цвет b1 это самый самый белый они с это у меня время нка то есть но это вроде как белый но смотрится натурально смотрите и я теперь него то есть я сначала значит что думал что сделаю я белый будет перебор будет перебор капец будет глаза бросаться что у меня вот эти вставные зубы а вы посмотрите то есть вот низ у меня временное тоже это вставные но они желтого цвета то есть это тоже белый но вот на фоне супер белого смотрится то есть как натуральный смысл какой делать зубы если они вообще буду смотреться как натуральные то есть я против этого то есть есть уже ставить виниры я считаю что нужно выбирать все таки белый цвет о чем я не пожалела о чем я вообще ни грамма не пожалела потому что смысла какой делать а такой но они мне натуральные были такие же то есть по большому счету чтобы это вообще смотрелось как натуральная тогда еще гнилушечку можно сделать и будет прям никто от натуральных не отличит короче я за вау эффект вот 6 числа вроде бы как я записано мне полдня будут теперь устанавливать низ но я буду скипельно белыми зубками то есть это временное очень довольна я врач вообще просто у меня от бога зубной вот порекомендовала мне к нему подруга моя братец и леночка за что и спасибки вот так элька огонь вот 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 элька огонь огонь пока не буду я проводить по пластический по пластической это эфир марафон следующий будет 3 декабря до не знаю правда выживу ли я что-то как-то очень много у меня энергии уходит на марафон очень много очень много поэтому не знаю будет ли 3 декабря но вообще как планирую зубы обтачивали совсем на чуть-чуть вообще на чуть-чуть обтачивали зубы поэтому обошлась я малой кровью все мои дорогие наверное что мне может завершать надо что-то я смотрю вопросов нет нет вопросов у матроса так а мы начинаем а вообще-то в эфире то людей-то много 150 человек ты понимаешь жалко мне уходить с эфиру жалко не уходить так ну что да давай мы сейчас занимаемся окрашиванием тогда темен но о как красиво когда ты умеешь красиво разговаривать да все-таки звучит очень красиво слушай маска мне вот этот вот нравится смотри да да все это сглазилась сглазилась вот оставить эфир не уходить не знаю просто какую тему развить понимаете чё какую тему развить слушаем внимание так ну что вот короче покрашиванию да то есть наносится краска на отросшие корни волос такой так пошли 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 так без меня нет она сами акам 12 ряд сами акам они тут да да работал я профессии да я работала вообще я когда поступила в экономический институт у меня на дневное не получилось поступить я не прошла и значит был шанс попасть на вечернее но раньше чтобы поступить на вечернее отделение нужно было работать то есть ты работаешь и соответственно учиться на вечернем отделении мне пришлось устроить срочно на работу типа помощником бухгалтера и соответственно я сдала экзамены и слава богу то что у меня все там хватило то есть оценки были нормальный учился в школе можно сказать на отлично у меня не было вообще меня в аттестате нет троек у меня только пятерки четверки вот и соответственно я поступила в эконом в саратовский училась на вечерней факультете а днем работала и работала я в централизованной бухгалтерии это в заводском районе где магазин сказка там была централизованная бухгалтерии централизованная межведомственная бухгалтерия вот и там я работал бухгалтером конторской крысой короче блин ненавижу эту профессию скажу так у меня все шурум-бурум вот и к а знаете в чем был прикол короче был женский коллектив то есть работали в женском коллективе сидели там 6 бухгалтеров и короче была там одна очень толстая помню как сейчас ее звали ленка она была толстая и если мне было сколько мне было тогда 19 лет 19 лет прикиньте вот и короче ленки было наверное лет 25 и я чуть сижу такая пьем чай в обед я говорю слушать девочки а скажите кому какой вот больше нравится время года игру мне нравится весна у меня такое вообще такое настроение весной там все живое вообще классно алинка так если а мне нравится зима больше всех я так но обычно там весна-лето до большинству а мне вот нравится зима я говорю а почему тебе нравится зима течет я не пойму такая херня то есть холод а вот этот вот темно а потому что я себя одеваю шубу и не видно что я жирная вот и и прикинь то есть я горд одеваю говорит одежду закрываете чувствую себя человеком прикиньте блин ящик была в шоке этот запомнил из того что гордость и один поняла то да 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 то есть понимаете что лучше блин это то есть одеться и ничего не видно мне вот сегодня очень многие участники моего марафон стройности да он мне стартанул прислали короче свои фотки то есть там главный приз 10 тысяч рублей и честно скажу прикиньте то есть я ладно то есть я сделал еще заявку что у меня будут призы от спонсоров и чет я забыла кинуть клич что спонсоры а у давайте ваши призы для моих у тебя и участников короче забыла кинуть клич и короче что-то я как-то вообще забыла про ну 10 тысяч приз я помню а то что вот приза от спонсоров я забыла написала короче в описании марафона и меня девушка вчера одна спрашивает а какие призы будут но пришлось мне сказать что призы будут от меня лично то есть лично будет три приза вот каких я расскажу позже участникам марафона но и сам факт про чё начала рассказывать про то что присылают фотки участники марафона слушайте какой кошмар я посмотрела на себя со стороны я в шоке я в шоке ну то есть на самом деле даже если у человека вес небольшой а жира много то тело смотрится не очень презентабельно но ничего будем работать будем над этим работать будем сжигать жиры и тело будет красивее красивее короче будет тело вот с каждым днем куда деваться поэтому не нужно ждать зиму чтобы себя закрыть будем ждать лето потому что проведем огромную работу над улучшением себя и летом выйдем на усадьбу волжина во всей красе но я выйду с весом 54 килограмма это сто процентов а может даже и 53 при кеме не короче я вчера была на тренировке оль ну и разговаривали короче вот у кого я тренируюсь да я говорю то есть что ты была под сессия и я себе там ну то есть я вижу места на которых у меня прям прям явное отложение жира они прям даже вот выделяются то есть вот эти теперь у меня стали то есть может быть кожа что-то лучше не знаю я с чем это связано но факт тот что я прям вот вижу где висят жиры у меня вот на ляжку допустим и мне знаете что сказал тренер он горт юрий геннадий я горт вот вообще даже вижу как бы вам не к пяти десяти нужно подойти чтобы вообще тело пришло в идеальнейший порядок как бы это город не 55 наверное даже это будет не то пальто скорее всего чтобы тело был идеальным вам надо к планке в 50 идти вот чего но я так думаю что до лета я все таки наверное дойду до этой цифры и само основное опять же как я уже говорю тут само основное дело не в том чтобы похудеть сейчас похудеть может и любой дурак вот у меня то есть в основном аккаунте я не помню удалил я это с актуального или нет в актуальном есть типа разгрузочный день на рисе то есть можно на одном рисе просидеть три дня и у вас будет минус там два с половиной килограмм там он просто замачивается белый рис это я раньше делал сейчас я уже давно не идет то что бесполезно то есть да ну с вас сольется вода жир то горит медленно жира уходит в день по 60 по 70 грамм жира это вообще но по большому счету если у вас уходит 70 грамм жира в день за 30 дней то есть у вас два килограмма килограмма жира у вас сойдет а портит тело именно жир то есть воду слизи вон хлопну мочегонку да как делает большинство это вообще просто капец это я вообще не рекомендую я против этого я просто что дураки так делают дураки то есть они хотят худеть они выпивают мочегонку выпивают слабительные на весах у них там минус 3 килограмма и они радуются а жир у них нарастает вот еще в чем а жир то у них нарастает и который портит наши а чарта не я пользу согласны со мной то есть похудеть может любой дурак сейчас для этого есть в принципе все интернет книги пожалуйста до любой то есть информация море а а вот чтобы худеть и этот вес держать вот это а это мост калачева может калачева есть как слон пять раз в день и худеть еще этот вес удерживать поэтому наложено я в следующем году приеду 54 нет я в этом году тоже поеду на волженном месте была мысль туда позвонить и узнать работает ли у них сегодня там баня вернее у них там баня работает у них баня охеренная если там места в бане обычно когда я звоню то есть надо заранее записываться за две недели а мне взбедает в голову что я сейчас хочу в баню вот и соответственно у них там все занято то есть если вы хотите попасть на волжен в бане рекомендую там одна из лучших баня вообще саратов и саратовской области то вот еще бани филинг стать мне тоже очень понравилось тоже обалденной бане но туда тоже плен попадешь нужно заранее звонить так 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 последний раз время вчера я ужинала в два часа ночи обычно я ужинаю последний раз у меня нет ужина у меня нет завтрака обеда ужина у меня есть прием пищи то есть вот у меня вчера был прием пищи в два часа ночи позавчера его обычно у меня в 11 часов вечера я ужинаю и ложусь на боковой ложу спать сплю как младенец утром стою на весах минус понимаете вот толстая ольга олеговна чмок тебя так когда я вышла замуж первый раз все то вы хотите знать это у меня единственный неповторимый брак который сейчас и все остальное все не считает вот да спасибо спасибо так 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 усыкаюсь усыкаюсь на твои стоят ты же знаешь лен если ты не вышла из эфира как вы то есть мы когда были на сицилии девчонки за мы там жили в квартире которая нам снимала всю буэна да то есть мы там жили и в хостелах и в гостиницах и на квартирах короче мы вечером когда садились пить чай они меня они все садитесь игр так вы калачеву рассказывать я говорю да иди тебе в жопу давай как рассказывает все расскажи еще чуть ну расскажи юляшка ну расскажи чего-нибудь это ну ладно слушать сюда сейчас вспомню одну историю то есть я короче еще могу выступать таким этим клоуном местным но могу если у меня нормально стране то есть историй полно таких прикольно вот так так натуральный цвет какой у вас не видно трошек корней натуральный цвет у меня щит пепел светлый пепел был а сейчас какой на уровне семерки пепел вот мастер подсказывает так привет ален журавлёва если выиграла в первом марафоне призы могу опять соревноваться за приз в этом конечно можешь а почему бы нет вообще скажу честно знаете что что призы у меня учреждены для вашей мотивации то есть если есть приз мотивация выше выше однозначно то есть приз уйти легче призы для вашей мотивации конечно можешь а почему бы и нет давай лен шипилова москву бэкс выступит спонсором выступит спонсором марафона да давай о а почему бы нет конечно давай выступай спонсором согласна ты тогда вышли что мне должна тогда показать что ты хочешь мне дать моим чем моим победительницам данную или одной там до какой-то учреждаешь приз ты это все с ними мне пришли я все тогда буду рассказывать а ты потом перешлешь тогда потому что нету даже из америки участвовать вот чем бойся то есть это сейчас выставишь там какую-нибудь большую сумку то лучше поменьше давай какие-нибудь очки вот точно так короче кто хочет поучаствовать спонсор в моем марафоне возьму троих самых клёвых спонсоров троих вот наверное вот шапки у лены вообще сумки и шапки суперские на остальную нет мы не наносим краску на остальную длину какой смысл уже белее нет цвета самый белый 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 понимаете что поэтому так вот так толстая ольга олеговна ты чё ржешь так очень милая конечно если все равно будет соблюдать 10 сгоните 10 килограмм но нет скажу тебе по секрету что вообще на этом питании это 4-8 максимум 8 мужчина может согнать за месяц то есть три-четыре килограмма это норма реально и нормально без вреда для здоровья потери на моем марафоне стройности остальное все это все применение применение каких-либо средств вот так 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 через пять месяцев зарядка раз спасибо у меня заканчивается зарядка участвую в вашем марафоне пусть скажет свои отзывы ты не хочешь сказать свои отзывы по поводу моего марафона стройности она участвовала ольга ну короче а знаете как участвовать я скажу так короче она нихрена ничего не поняла потому что она мне потом переспрашивала но сказал что горд питание охеренная на самом-то деле ну-ка расскажи еще раз да почему у тебя не получилось но как много ну короче себя влезают орешки вот я вчера просто орешки чуть-чуть то есть орешки семечками влезают да а такое в еда которая правильно но там большой объем чтобы наесться потому что двумя орешками то есть грубо говоря три орешка равны по калорийности тарелки супа но тебе легче съесть три орешка да как и большинству из нас понимаете вот еще в чем засада когда по минимуму начала брать не на почему ты бросил в итоге а вот видите скилл че и надо было все она в отличной форме да то есть принципе она если чё на основные принципе знает я к ней часто хожу если что я отвечу на ее вопросы на любой вопрос да то есть кто уже изучил это питание он легко сам себе все составит меню и все так 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 привет ольга олеговна да так марафон включать систему питания систему питания есть тренировки марафон не включают потому что то есть активное снижение веса не подразумевает активные физические нагрузки это вредно для здоровья тренировок нет вот будем подтянутым без тренировок вы будете подтянутыми без тренировок понимаете пешие прогулки плавание йога это тоже тренировки пожалуйста ради бога это даже приветствуется девичью фамилию меня было саюрова саюрова вот третье место лена товары так смотрите у меня уже все началось вчера эфира еще сохранены до сегодня до вечера они будут висеть в аккаунте марафона они обязательно к изучению поэтому если вы сейчас мне напишите в диет я сейчас завершу прямой эфир я вам скину ссылку на оплату и пожалуйста оплачивайте мне и я вас включу в аккаунт марафона и вы сможете эти эфиры еще просмотреть изучить отлично у вас победитель будет в один а когда у вас победитель было в 11 килограмм как ну вот так была победитель 11 килограмм я же объявил то что я дам приз той кто скинет 11 килограмм вот вернее один а большее количество килограмм вот человек скинул 11 килограмм как ну может быть и как-то еще там что-то она применила не знаю вот меню примерное меню нигде примерное меню я выставила вот сегодня в ленте марафона приблизительное примерное меню на меню вообще я не даю это я вообще просто написал для лентяев кто не хочет вообще думать головой меню сами себе будет составлять исходя из моих рекомендаций они очень понятным и доступным языком я читаю саю рова да где подвох я не знаю где подвох от очень мне понравился новый маникюр очень так притягивает друг другу да так много очень много очень много человек участвует мараф моим марафоне из каждым марафона путь марафоном участником стал участников становится все больше и больше так все у меня же болит голова я уже я не знаю постоянно прямых эфир теперь еще и вот пока у тебя марафона кто хочет поучаствовать еще не поздно напишите мне в директ и я еще смогу вас в течение часа еще подключить но придется уже первый основной эфир вам посмотреть в записи так кто там марафонах но она не поняла как женщина победила похудел на 11 килограмм внешне не видно смотрите чтобы нам увидеть внешне приезжайте к ней домой до марафона смотрите на нее записывать ее измерять и после марафона тогда вы увидите вот в чем дело я этого делать не буду то есть я написала ей скинуть внезапно прием пищи которую у нее с собой она мне скинула то есть она выполнила все условия у нее есть видео до и после поэтому я сделал то есть она похудела больше всех на скинул 11 килограмм больше всех поэтому ей достался приз 10 тысяч рублей но чтобы это все было вообще верно на сто процентов и без сомнений это однозначно мне только надо выезжать ко всем участникам смотреть их воочию снимать и после марафона то же самое и тогда я уже отдам приз на сто процентов но я этого не смогу сделать чисто физически поэтому вуаля а все всем пока спасибо большое за эфир я завершаю